При Урале насчитывается более 24 тысяч жителей с особыми потребностями. Почти 2800 из них это те, кто младше 18 лет. В рамках года детей им уделяют особое внимание. Так в Уральске прошел областной фестиваль детского творчества, где выступали особенные дети. На просмотре их талантов во Дворце искусства Томикен побывала и наша съемочная группа. Женары Сужикия 13 лет. Он инвалид второй группы. Однако это ему нисколько не мешает развиваться творчески. Уже с трех лет увлечение лепкой из пластилина привело подростка к достижению больших высот. Сейчас его можно смело назвать юным скульптором. Кстати, активно сыну помогает мама, которая является настоящей вдохновительницей для творчества Женарыса. Если ему что-то понравится на ютубе или в телевизоре, он потом создает своими руками. Также он хорошо рисует. К нам приходит социальный педагог, совместно с которым сын работает. Мы развиваем мелкую моторику, создаем изделия декоративно-прикладного искусства. Уралбеку Алибеку врачи поставили страшный диагноз – рак головного мозга. Однако 14-летний парень не спешит отчаиваться. Справляться ему помогает живопись. Орудуя кистью, подросток создает настоящие полотна. Жизнерадостности его работ позавидуют многие. К слову, Уралбек является победителем творческого конкурса на республиканском уровне. Эту работу я нарисовал в 2019 году. Также я занимаюсь поэзией, пишу стихи. Катя Лепиленой 12 лет. Воспитанница детского дома сумела увидеть искусство в простых вещах. Из ракушек, гипса, дерева и даже салфеток девушка создает удивительные поделки. Активно помогают ей воспитатель и друзья. Я вот это делаю картинку. Потом вот это я ленький цветок смотрела, вот это сделала. А это мои друзья тоже делали. В фестивале приняли участие более 60 детей. Соревновались они в четырех номинациях. Среди них искусство, вокал, игра на музыкальных инструментах и выразительное чтение. По словам организаторов, конкурс дает возможность детям выразить все свои таланты. Грядут серьезные изменения для детей с особыми потребностями со следующего года. Раньше для реабилитации им предоставлялись льготы, давали путевку в санаторий. А со следующего года родителям, которые едут вместе с ними, будут возмещать 70% затрат. Внесены соответствующие изменения в закон. Вне зависимости от итогов конкурса, можно смело сказать, что эти ребята уже победители. Ведь несмотря на недуг, они продолжают радовать себя и окружающих своим творчеством. Каждый ребенок убежден, что любовь к искусству – это и есть любовь к жизни. Алексей Кучмасов, Рустим Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова